едем гулять центр всем привет наши дорогие подписчики и зрители нашего канала вы на канале семья на чемоданах мы все вместе и мы в турции в анталии проводим непонятно сколько времени и сколько времени проведем тоже непонятно поэтому нажимайте вот на эту красную кнопочку на колокольчик чтоб ничего не пропустить мы сегодня вас приглашаем в новый выпуск мы поедем гулять в старый город все дружно все вместе может быть где-то покушаем покажем замечательные места в анталии в общем не буду затягивать приятного просмотра мы живем прям возле магазина migras это значит район муропташа но муропташа он очень 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 большой вот мы живем ближе к пляжу лара наша задача сейчас друзья вызвать значит такси такси здесь вызываются по специальным банкам сейчас покажу они здесь на каждом столбу на каждом дереве нажмем посмотрим что приедет и посмотрим самое главное сколько будет по цене ехать например на 20 минут где-то 8-10 километров так ну вот мы кстати вот гуляли в этом сквере и вот тут вот есть вот такая штучка такси сейчас мы нажмем и посмотрим через сколько за нами приедут прошла вот буквально одна минута и вот подъезжает машина и скорее всего это за нами да это было в общем наше такси мы так разместились у нас мирончик в своем кресле детишки и такси действительно приехал за на минуту кнопки работают это конечно очень классно немножко трудновато мне было сейчас объяснить куда нам ехать но в целом вроде получилось вроде мы друг друга поняли сейчас чуть попозже уже покажу сколько вышло мани мани конечно покатаемся еще посмотрим но в целом вот первое впечатление во первых это очень быстро на минуту до времени и конечно такси само по себе такси чистое у нас был уже опыт передвижения в краснодаре на такси эконом на комфорте это конечно небо и земля здесь чистая приятная машина причем мы когда вышли вышел сразу водитель он вон у нас люлька которая нужно будет убирать он вышел в багажник как бы проявил помощь это конечно тоже очень здорово такой интересный дом с такими круговыми балконами здорово вот про что говорил видите вывеска марат паташа район очень очень большой вообще протяженность у него огромнейшая посмотрите сколько мандаринов или апельсинов классно едешь и глазу классно сразу улыбка от таких деревьев вот такой красоты и проезжаем макдональдс в турции здесь такая прям развитая структура нам где-то осталось полпути еще ехать красиво вот башка вертится влево вправо все зелено клево красиво единственное что небольшие есть вот такие пробочки мы кстати едем вот уже по самому центру и вот посмотрел наши выпуски например где мы живем здесь уже прям другая атмосфера такая колоритная турция началась вообще прикольно домики уже не новые они все такие уже старенькие но своя безумно классная друзья архитектура конечно вообще да не знаю как здесь жить но погулять мне кажется здесь прям очень очень клевенько чем сейчас и займемся разноцветные дома однотипные за все сколько здесь этажей получается раз два три четыре пятиэтажки все ну прикольно это прям просто улица фотоконтента смотрите мы приехали вышло у нас на 58 лир сколько это в рублях вот здесь сейчас будет подсказка но у меня не было столько лир у меня было только 48 лир собой он сказал давай доллары я говорю к ним есть доллары сколько долларов короче в пересчете получается 5 долларов но он взял 10 и дал сдачу 40 лир меньше сложно быстро посчитать поэтому я вот тут сейчас сделаю подсказку сколько в итоге вышло такси но как совет если вы едете в турцию и передвигать такси лучше всегда самой иметь лиры наконец-то в центре в центре анталии шикарная природа шикарнейшая архитектура это ворота адриана называется такая вот стена и и мы сейчас сами будем продвигаться вот непосредственно сами ворота слушайте здесь очень и очень атмосферно значит здесь мечеть я не знаю как называется поэтому буду название прикреплять старинное старинное дерево здесь есть также вывеска что это за район каракас каракас конвесии вот так вот он называется если я правильно сказал есть указатель вот видите и непосредственно сами ворота какая красота гляньте как это выглядит шикарно друзья просто шикарно как же мы хотели сюда попасть и вот мы тут все вместе насенька хочет сфотографироваться поэтому сейчас конечно же мы насеньку сфотографируем так единственный минус в этой истории здесь нет спусков ну и ладно это старинное место отчасти даже хорошо что здесь нету жаль что очень много мусора на такой шикарнейший достопримечательность мне сейчас придется спустить коляску и потом внизу мы сами продолжим смотреть это что-то невероятное вот они ворота вот такие вот колонны блин друзья выглядит я не знаю через камеру безумно сложно передать какая тут красотища с коляской конечно особо не походишь поэтому я вам сейчас немножко так вот подсниму покажу конечно попробую пройтись но сами видите вот такая вот дорога здесь очень конечно все разбито если лежат какие-то матрасы я не знаю видимо здесь бедняки как-то ночуют какие-то они с этой стороны сейчас будем подниматься мы поднялись вот так вот с высоты еще немножко вам сверху покажу да это старинная крепость сразу есть пап и конечно здесь фотки делай не хочу тут видимо какая-то гостишка мне так почему-то кажется судя по окнам судя по видеонаблюдению вот ну а здесь конечно все ресторанчики вы какие улочки друзья влево вправо мой красота тут всего тут можно прям расходиться и ой слушайте ну все это вообще это просто кайф да улочки какие ну давайте с вами погружаться значит в атмосферу архитектуры турции это что-то это что-то невероятно я не знаю не могу описать и зачем здесь кстати на столбе вот этот такси сюда же такси не заезжает она не может здесь подъехать так тут значит смотрите бутик отель вот я вот все-таки не ошибся видите как я подумал и решил что все-таки здесь отели да это отели и очень круто конечно пожить в таком месте это конечно не сильно такая развитая инфраструктура но о кстати давайте по ценам вам покажу как переводится я не знаю но вот ценники здесь есть вообще здорово когда на улице не заходя можно можно посмотреть что по цене так это кстати знаете вот такие камни как в крыму дома строят ракушечные ну да ну конечно без всяких грёбаных граффити не обходится очень спокойно очень тихо ой можно идти сюда налево на стенках очень здесь фотку забитыми окнами но все равно очень атмосферно это получается какие-то вообще заброшенные постройки или остатки наверное даже от крепости да я не знаю почему не реставрирует мне кажется вот у нас в россии бы такие крепости не находились бы вот в таком вот состоянии ну просто что это забитая какая-то фанера конечно ну не вне не вау и вот мусорка мусорка просто мусорка блин вот у турков есть такая тема вот они мусорят любят мусор и конечно из-за этого немножко печально но в целом в целом все равно очень-очень атмосферно класс смотрите как красиво сделали апельсин и гранаты очень здорово великолепно и здесь кстати можно купить походу кокосик вот видите с трубочками они торчат и идти пить как вас я просто здесь уже такого одного товарища видел он шел и пил кокос вот такие вот атмосферные друзья здания не не надо на голодный желудок есть менюшка давайте вот так немножко покажу по ценам вот тут по крайней мере хотя бы с картинками и можно посмотреть что и как есть кальяны я не знаю радион не наступай в лужу так отель твентик в спину прям кричали по-русски и давай давай иди сюда кальян кофе кафе заходи ну короче знаете что по-русски здесь кто-то говорит это прикольно мне кажется что летом здесь просто все забито забито нереально и ходить негде и в принципе как и знаете даже в нашем берегу самое классное время для путешествий это межсезонье когда тепло можно гулять не жарко туристов очень мало и по-настоящему кайфуешь от вот этих вот шикарных мест балконы походу скоро рухнут так мы тут значит вышли смотрите здесь полно такси есть значит еще какое-то здание вот тут вдалеке видите не знаю мечеть это мечеть хотя вот это вот наверно точно мечеть да смотрится великолепно это все улица кстати здесь есть даже прокат машин вот здорово так спускаемся дальше здесь такая уже родик свой мотоцикл родик где значит прям вообще туристическая улица здесь вон всякие видите колечки ткани что это шарфики продают сумки есть тату есть сладости по-русски ничего не написано я поэтому не совсем понимаю так а тут вон вообще даже по-китайски вывески были так и по ценам я вам тоже не скажу почему-то нигде нет вот именно сделала для туристов видимо чтобы считали и сказали цену но атмосферно очень он туда пойдем да здесь смотрите здесь просто прям базар базар и вот я думаю зачем на табличке эта штука была они здесь ездят такси очень-очень узкая но они все равно приезжают сладости снатищая вкуснотищая то видите всякие болин сяги продаются он детские гуччи и adidas и ну неплохо можно короче кто хочет вот можно приехать гуляя еще и закупиться какие-то брезенты висят насенька с темкой родинка мирончик вот да очень друзья атмосферно я не знаю это конечно все выглядит не по-новому да но атмосферно красиво ну какие штуковины что это типа светильнички такие в вот в эти замки старые до камни встроенные роллеты очень вкусные лавки вот от этих всех чаев такой шикарнейший аромат и вот тут есть бутик с коврами вот прям можно даже туда зайти ведь как прям в стамбуле как будто магнитики значочки вот почему-то нигде нету цен меня это бесит кстати вот кошелечки можно такие даже купить правда не такие все пыльные 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 видите как бы новый но не новый кстати а здесь вот в этих торговых лавках нивелирах цены а в долларах так слушайте ковры ковры повсюду ковры вот еще значок такси и дорожки уходят драсьте уходят направо так одежда вот нас зовут пойдемте пить чай здесь и вообще все говорят по-русски здесь конечно очень легко относительно нашего района где мы живем так тут походу все сворачивается потому что у нас начался дождик ухты а вот эти прикольные магниты здорово видите здесь тоже прилавки были их уже свернули потому что у нас идет дождь причем по погоде ничего не было мы специально поехали посмотрели погоду только в 9 часов должен был быть дождик но нет какой кайф а посмотрите я камеру вот так вот разверну вот этот дом вот вот так вот такой разрушенный но прикольный да а тут гляньте это по ходу ресторанчик какой-то гайтис вот она вывеска ой смотрится вообще великолепно все зовут приглашают пить чай естественно бесплатно до торговые ряды просто просто торговые ряды ухты а вот начинается друзья порт сейчас вот тут вот обойдем наверно и там пойдем ну что мы спустились значит порту здесь кафешечки начинаются и очень крутые интересные корабли которые мы вместе с вами сейчас пойдем посмотрим типа из пиратов карибских морей сейчас обязательно это сделаем так а давайте мы прямо сейчас спустимся пойдем спустимся мы спустились сюда на площадь здесь такой стоит классный кораблик и типа помните в детстве мы делали из бумаги а он сделан из чего-то непонятного смотрится интересно и вот они начинаются значит корабли я как понял можно здесь взять прогулку экскурсию на катере посмотрите какая красотища и как все это друзья выглядит ну как вот как можно не приехать сюда вот кстати видимо палаточка с экскурсиями что и как и вот эти корабли на любой вкус и цвет так единственно что как всегда нас подводит дорога катать здесь коляску очень очень проблематично красота вот машина едет аккуратно корабль посейдон вот еще просто какие-то яхточки но в целом они здесь все тематические вот видите просто ездят машины что там анталия уласим мы видели вывеску но непонятно где здесь туалет мы значит смотреть чуть час отходим от этих корабликов здесь есть вот такой сквер если можно назвать сквером прям у подножия этой крепости есть детская площадочка есть лавочки крепость я вообще великолепная хочется ее сравнить с генуэзской но конечно нет потому что масштаб вот этой крепости он конечно гораздо мощнее она больше и кто был в крыму наверное вы наверняка видели и знаете что зелени в судаке возле генуэзской крепости конечно столько нету а вот отсюда какой вид открывается вы только гляньте какая красота от весны и скалы море смотрите какая красота вон там и какая не красота вот здесь до любила ну как наверное знаете в любую бухту поневоле вспоминаешь балаклаву какая там жесть когда море поштормит и весь мусор прибивает но в целом здесь гляньте как классно от весны и вот эти скалы куча куча дорожечек вот она по-прежнему крепость пальмочки банановые кайф ну море вообще прозрачное прозрачного да я могу показать красота и самое главное что очень мало людей здесь сверху видите здесь есть видимо какое-то кафе дойдем туда и можно вот с таким вот прекрасным видом смотрите покушать море продуктов кстати вот тут вот это тоже кафе а это кстати вообще лифт я тоже про него читал можно прокатиться он совершенно бесплатный и вот погнали снова тематические кораблики с набережной поднимаемся сейчас по ступенькам и давайте я вот так вот сделаю готовы увидеть эту красоту друзья ой какой кайф ой какой кайф посреди кискала вот сейчас бы сам борт и проплыть между этими скалами здесь можно вот так вот прогуляться дойти до маяка сейчас наверное это сделаем рыбаки ловят рыбу а вот этот пляж я не помню как он называется вообще он платный но учитывая что сейчас не сезон возможно он платным не будет какая красота слушайте вот на вот эту природу можно вообще вечно смотреть ну конечно мы будем не мы если мы не пройдемся по вот этому парапету или что это или волнорез все вместе до того прекрасного маяка здесь конечно очень много людей очень узенько но я думаю нормально у нас все получится можно к морю кстати спуститься сейчас наверное это и сделаем только чуть-чуть попозже ой какой кайф только посмотрите можно так даже бежать класс слушательно здесь просто здесь нереальное место знаете она напоминает в сириусе олимпийский пляж вот где пляжа уже нету его то же самое вот такие булыжники и можно просто вот такое поймать уединение дзен ну вот мы подошли к маяку кайф здесь видите его может даже обойти правда делать это нужно очень аккуратно потому что узенько кайф виды виды открываются бомбически здесь очень много турков все рыбачат привозят рыбу наслаждаются вот этими шикарнейшими видами маячок пляж скалы и конечно друзья море много моря вам средиземка потрясающе вообще от маяка вот так вот можно дальше пройтись вот сюда подняться выше здесь этот ресторан мармали или мермали как он правильно читается вот собственно это и пляж их не вот и пойти дальше и туда я надеюсь у нас это получится с коляской правда тяжело будет но на стену сюда наверх да пошли я надеюсь на сейчас все получится и а и и и и и и и и и